Петербург потерял лидирующие позиции в рейтинге автоугонов. Сухие цифры. За шесть месяцев этого года кражи машин сократились, внимание, на 40,5%. В первом полугодии угнали 774 машины. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года похитили почти 1300 машин. В Петербурге задержан 131 автовор. Это тоже всего за полгода. Как нам стало известно, в профильном отделе ловят как минимум две группы угонщиков в месяц. Как разрабатывают операции, какие марки машин предпочитают автоворы и можно ли уберечься от угона прямо сейчас смотрите. Угонщик пытается скрыться от полицейской машины. Погоня на скорости непременно увенчается успехом. Так показывают в кино. И примерно так обыватель представляет работу сотрудников угонного отдела уголовного розыска. В реальности эффективное задержание это точка. До нее месяцы кропотливой разработки. Угонщики люди осторожные. Конспирация у них на первом месте. Это может быть и молодой парень, и взрослый дядька. Даже дедушка уже в престарелом возрасте. Встреть его где-то там на улице и во дворе. Даже человек никогда не подумает, что это вор. Тем более, что он пришел его в машину угонять. Рейтинг предпочтений автоворов. На первом месте корейские машины. Затем японцы. Очень редко немецкий автопром. Почти никогда не воруют шведские автомобили. Причина, возможно, лежит в технической плоскости. У задержанных угонщиков чаще всего находят оборудование для угона именно корейских машин. Вы понимаете, что даже если автомобиль супер неугоняемый, на нем стоит супер охранная система, его всегда можно погрузить на эвакуатор. В криминальном бизнесе, как и в любом другом, самое важное – рынок сбыта. В Петербурге угнанные машины традиционно продавали по частям на авторазборках. Тема больная, конечно, но много работ было проведено. Есть много разборок. Каждую проверяли. Смотрели за преступниками, которые пригоняли машины. После прихода оперативников уголовного розыска на авторазборке Петербург начал стремительно оставлять лидирующие позиции в рейтингах автокраш по России. Практически на 50% снижение краш автомобилей на территории нашего региона. Кто реально хочет законно работать на рынке автобизнеса, соответственно, законно этим и занимается. Кто не хочет, тот я не виноват, что называется. Посадили много профессиональных воров. Поменялся рынок сбыта. Последние мощные группы, которые промышляли кражами очень дорогих иномарок, сняли с пробега в 2018-м. Тогда арестовали легенду угонного бизнеса Игоря Лавыгина, известного как спортсмен. В 2019-м за решетку отправили Андрея Поломаря. Через год в крестах поселили и Сергей Королев и Дмитрий Федоров. Угоны иномарок высшего класса стали сходить на нет. Сегодня дорогие машины угоняют либо сами владельца, чтобы получить страховку, либо группы, которые покупают машины в кредит на подставное лицо. Эти преступления квалифицируют как мошенничество. Чаще всего украденные в Петербурге машины уезжают в Казахстан и в Таджикистан. Бюджетный корейский автомобиль отдает перекупщикам примерно за 300 тысяч рублей. Время угона максимум полминуты. Все благодаря специальной воровской электронике. Допустим, то оборудование, которое пойдет на Hyundai, не подойдет на Toyota. То есть для каждой машины свое оборудование. И чем дороже машина, тем, конечно, сложнее угнать, тем дороже оборудование на нее стоит. В основном эти устройства продаются через сети интернет, через связи воров с ворами, которые друг с другом общаются. И, соответственно, есть определенные каналы, есть природные лица, которые занимаются чисто электрооборудованием. И именно оборудованием, которое может вскрывать машины и заводить. В угонном отделе уголовного розыска Петербурга месяца не проходит без задержаний. Но просто надеть наручники на автовора мало. Не просто задержать, а они там скажут какую-то свою версию нелепую. Мы посидели в засаде около похищенной машины. Он пришел, сел в нее, поехал, и мы сразу ее задержали. Естественно, у него будет версия, я ее купил, вот там предъявят какие-то нелепые документы. Чаще всего угонщики промышляют во дворах и на парковках у торговых центров. Еще 10 лет назад за хозяином, который шел в магазин, следили, чтобы не вернулся раньше времени. Сейчас это не требуется. Воруют все быстрее, защищают машины все слабее. Автовор вряд ли польстится на машину, где есть несколько противоугонных преград, пусть даже недорогих. Такого более-менее простого и дешевого – это механические способы защиты. Ну, какие-нибудь блокировки на руля и педали. Понятно, что это не панацея, это все спиливается и снимается, но на это нужно время. Дополнительные охранные комплексы, желательно с какими-нибудь электронными метками, либо комбинациями клавиш, не введя определенную комбинацию клавиш на магнитоле, либо еще какие-то манипуляции в салоне, ручки громкости какие-нибудь покрутить, что-то еще. У вас просто машина не поедет. При сдаче в сервис нужно отключить системы. Самому это крайне важно. Как это сделать, расскажет мастер при установке. Некоторые угонщики умудряются обходить защиту нетривиальными способами. Сейчас есть специальные материалы, которые не позволяют просочиться. Даже мы, бывает, изымаем машины просто в обычных гаражах, но они накрыты специальной тканью, которая разрабатывалась военными, но сейчас некоторые преступники каким-то образом добывают эту ткань. Соответственно, если ее накрыть автомобиль, сигналы, радиосигналы не проходит. В Петербурге недавно и вовсе был случай, который наверняка войдет в энциклопедии криминального мира. Группа автоворов замаскировала отстойник под садовый домик. За скромным забором под землей находился гараж размером с небольшую парковку. Никакие сигналы из убежища наружу не выходили. Благодаря системам подавления в результате блестящей разработки оперативники задержали пятерых. Вполне адекватный абсолютно гараж с залитым цементным полом, там бетонной стяжкой. И в доме самому был оборудован, соответственно, люк, который также отъезжала крышка и там вела в лестницу туда, в подвал. А люк тоже замаскирован? Да, был замаскирован под обычную кафельную кладку. Эффективность работы регионального угрозыска показывают и цифры. В первом полугодии угоны в Петербурге сократились на 40% по сравнению с прошлым годом. Задержан 131 угонщик. Из-за обилия дорожных видеокамер канули в лету машины-двойники. Это угнанные автомобили, на которые ставили копии номеров с аналогичных иномарок. Владельцу приходят штрафы, он, соответственно, сразу заявляет это в полицию. И потом, когда задерживается автомобиль-двойник, и человек остается уже ни с чем. То есть уже невыгодно ездить на автомобилях-двойниках. Впрочем, угонщики иногда все же устанавливают номера с другого такого же автомобиля и даже специально нарушают правила, чтобы показать, что машина в России. Хотя идентичная уже давно пересекла границу какой-нибудь республики СНГ. Так поступают, когда хотят легализовать самоугон. Но это уже другая история.